Радио 54 Первое. Областное радио Эти работы никогда в России не были представлены ранее и не находятся в собраниях российских музеев. Вот это наш девиз, да. Поэтому мы работаем уже более 20 лет с тем, чтобы находить такие работы. Могу привести вот один пример. У нас на выставке представлены ряд очень известных гравюр из так называемой Голландской Библии 1742-1744 года. И нам хотелось, там были представлены работы на одном листе и были представлены работы на развороте, то есть большого формата. Но, к сожалению, те тома, кстати, два тома, я, например, поднять не могу. Вот они весят почти 40 килограмм. То есть можете себе представить, даже по такому вот объему. К сожалению, там не было таких работ. Их было 17. Мы искали по всему миру, нашли в Австралии эти 17 листов, и они сегодня на этой выставке находятся. С тем, чтобы показать еще формат. Мы же не должны еще понимать, это сегодня наша техника позволяет делать все, что угодно. Отцифровать хоть что вообще, да. Да, но вот даже если мы на секундочку представили, что если мы все с вами собрались в этом музее на открытие, или в период работы выставки пришли, вас всех нарядили бы вот в эти, да, одежды того периода времени, да. Погасили бы свет, зажгли бы там свечи и так далее, да. Создали бы атмосферу. Все равно наше с вами восприятие мира никогда бы не совпало с тем. А мы должны все-таки думать о том, что эти гравюры, которым 300 лет, создавались для тех людей, которые жили 300, 250, 150 лет назад, понимаете? Это было для них важно. Это был их мир, с которым они жили. И для них этот мир делался. И поэтому наша задача была показать, вот как бы, я еще раз повторюсь, нельзя перенести в тот период времени, но на секундочку соприкоснуться с этим временем вот эти гравюры позволят. Тем более, что мы постарались создать еще такой некий фон. На выставке будет звучать великолепнейшая просто музыка английского, выдающегося английского композитора-органиста Чарльза Джона Стэнли. Это вам восторг просто, когда я об этом узнала. Да, атмосфера будет удивительная. И мне кажется, что не надо бояться идти на эту выставку. И, конечно, большинство работ – это все-таки сюжеты либо Ветхого, либо Нового Завета. Но если мы будем рассматривать не как соотношение иллюстрации Библии, а как отношение к мировосприятию художников, образов самой великого литературного наследия человечества, с одной стороны, и как истории человеческого рода, с другой стороны, то в этих работах можно увидеть жизнь любого человека, любой семьи. И в этом смысле, конечно, работы, которые относятся и к Ветхому, и к Новому Завету, это, вы знаете, как вот зеркало. Ведь даже само отношение самой гравюры – это зеркало. Когда художник рисует таким образом, чтобы, скажем, Иоанн Креститель поднял правую руку, да, но если вы напечатаете так, как бы нарисовали, то он поднимет левую руку. Значит, изображение должно быть всегда зеркальным. Художник должен это видеть и представлять, как это будет потом. Поэтому вот эта вот зеркальность, она присутствует и в самой Библии, во имя или вопреки, да, во имя добра или во имя зла. Вот борьба этих противоположностей – это безумно удивительный мир и страстей. Ну, приведу такой пример. Во имя или вопреки Авраам готов был приносить жертву своего сына Исаака, да, или во имя или вопреки сыновья Адама и Евы, Каин и Авель, что произошло, да? Или, например, второй пример. Во имя или вопреки Давид победил Голиафа и принес царю Саулу голову у Голиафа, да? Или танцующая дочь царя Ирода попросила принести на блюде голову Иоанна Крестителя. Во имя или вопреки, с подлинным искусством, с подлинными работами – это важно. Могу привести один пример. Однажды, когда мы даже, по-моему, здесь, в Новосибирске, да, этот случай был здесь, очень коротко, мы показывали выставку Франциска Гоя и Сальвадора Дали. По-моему, она называлась «Сны разума». Тоже была очень масштабная выставка, и зрители, которые приходили, говорят, да, ну ладно, все это постеры, все это вот сегодня техника такая позволяет, что можно и работу состарить там, да, вы говорите, что вы на каждую выставку приводите сертификаты подлинности, которые тоже, кстати, будут сопровождать этот проект. Можно все там вам напечатают и сделают, и так далее. Но когда ты видишь, что у людей на глазах появляются слезы, или возникает такое ощущение, которое передать словами нельзя, я все время задаю вопрос. Ну, откройте журнал, где такая тиражная работа находится, ну, посмотрите, ну, заставит ли вас что-то плакать, или перед постером, который многократно машина напечатала. То есть есть, видимо, какая-то вот связь, которую мы не видим, да, вот мы телефон слушаем, знаем о том, что с нами кто-то говорит там за 10 тысяч километров, но мы же не видим этой вот линии, да, но она, значит, есть. Вот то же самое возникает, когда мы находимся среди вот подлинных работ, а уж тем более, когда, говорит, когда им там 300 лет, да, это энергетика, это особое состояние. Радио 54 Первое. Областное радио.